Я напомню о том, что на Стрелке появится собор, стало известно около месяца назад. Большинство горожан отреагировали на застройку этого участка негативно, поэтому красноярцы сейчас требуют провести референдум. По их мнению, для строительства храма в городе достаточно места, а набережная должна оставаться прогулочной аллеей. Требования активисты аргументируют тем, что в Красноярске многие церкви сосредоточены едва ли ни в одном районе, и смотря на карту, можно подумать, что они стоят вплотную друг к другу. В то же время есть и открытые площади, на которых храм, по мнению жителей, был бы уместнее. Итак, нужно ли проводить референдум? Прямо сейчас, коротко это обсудим с гостями в студии. За проведение всенародного голосования выступает Ольга Абанцева, общественный деятель и пресс-секретарь благотворительного фонда Добро24.ру. Здравствуйте. Добрый вечер. И противоположной точке зрения придерживается депутат законодательного собрания Вера Оськина. Добрый вечер. Добрый вечер. Немножко давайте уточним тему. На самом деле здесь ни за и ни против. Здесь речь идет не о проведении референдума. Ольга обращается, или написанное обращение адресовано городскому совету. Вот в рамках новостей... Это правовое поле, это разные вещи. Хорошо. В рамках новостей у нас буквально по минутке, чтобы обозначить свою точку зрения. Ольга, поскольку конфликт, начнем, наверное, с вас. Для меня, как для жителя города, очень важна гармония, в первую очередь гармония и в архитектурном плане, чтобы на стрелке была возможность гулять и видеть красоту нашей набережной. Как человека, который не верит в Бога, является атеистом. Для меня важно, чтобы развивалась наука, искусство, то, что можно дать детям для дальнейших умений, компетенций, для дальнейшей гармонизации жизни. Я такой же член общества, как и верующие, и хочу, чтобы меня, например, тоже услышали. Я против храма на стрелке. Спасибо. Вера Егоровна, вам слово. А я, как верующий человек, за строительство храма Богородицы Рождественского собора, Кафедрального собора на стрелке. Кроме того, именно в этом месте должен быть построен храм. Кроме того, с 2007 года этот вопрос решается. Были проведены публичные слушания. Кроме того, патриарх подарил, сделал всем красноярцам подарок, отстояв или сохранив для красноярцев этот уголок природы. Потому что иначе на этом месте был бы возведен... Я покажу фотографию в прямом эфире после новостей, какой там планировался возвести торговый центр. И тогда бы мы имели то, что имели. И вот нужно благодарить патриарха за это, за то, что мы будем иметь там сердце, духовное сердце Красноярска. Кафедральный собор. Я напомню зрителям, что эту тему мы сегодня продолжим в программе «После новостей».